На западе Сахалина стартовала угольная навигация. В порту Шахтерска начали отгружать первые партии твердого топлива. И без того уникальную для нашей страны технологию модернизировали к новому сезону. Что изменилось и куда отправляют уголь солнцевского разреза, в этом году узнала Анастасия Григорианц. Волны татарского пролива бьются о борт иностранного судна. В российские воды этот грузовой корабль зашел первым в новом навигационном сезоне. Задача команды доставить уголь для южнокорейских ТЭЦ. Из недр земли до энергии, что зажигает лампочки в Корее, Китае и Японии, сахалинский уголь проходит сложный путь. Сначала топливо солнцевского разреза везут в порт, потом со складских площадок, по конвейеру, в трюмы судов, которые сразу идут к сухогрузам покупателя. Кран специального перегружателя перебрасывает уголь с одного корабля на другой. Восточная горнорудная компания единственная в стране использует такую технологию. 75 тысяч тонн – максимальная грузоподъемность иностранных судов, которые заходят в порт Шахтерска. Для того, чтобы загрузить такое количество угля, специалистам требуется как минимум трое суток непрерывной работы. Но для таких технологий ограничений нет. Угольщики уже ждут первый в истории Сахалина сухогруз, который увезет с собой в два раза больше – 150 тысяч тонн. С каждым годом экспорт увеличивается в планах этого года почти на 40%. Прошлый год мы закончили 7 миллионов, 7 сто мы отгрузили. В этом году то, что у нас новые конвейерные системы вступили в работу, план мы взяли, планку взяли 10 миллионов. Система конвейеров – это несколько мощных лент для доставки угля на рейдовые суда. Большую часть оборудования уже смонтировали и запустили в строй. До модернизации производительность конвейера была 2500 тонн в час. На данный момент суммарная мощность двух линий – 8200, 8300. Четыре раза быстрее грузим. То есть, если грузили раньше два часа, сейчас будем грузить полчаса. Весь процесс в порту Шахтерск под чутким контролем пограничников и таможня. Угольная компания построила новый пункт пропуска морских судов, один из самых современных в России. Раньше для погрузки судов в Шахтерске судно заходило в порт Хомск, ждало очереди на открытие границы. Далее следовало вдоль Сахалина в порт Шахтерск, загружалось и опять следовало в порт Хомск для закрытия границы. Теперь это плечо убирается и суда напрямую из-за границы следует в порт Шахтерск. Благодаря такому подходу и без того жесткий контроль сокращается с трех до одного дня. Это позволяет не только увеличивать объемы поставок топлива, но и приносить пользу области. Больше угля, больше налогов и новых рабочих мест для жителей региона. Анастасия Григорьян, Сигар Николаев, Вести, Сахалин, Курилы.